В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин, и мои коллеги-корреспонденты телекомпании «Город». Главная тема дня – право выбора. В Рязани прошел закрытый показ фильма с участием режиссера и актеров картины. Бюджет развития. Региональные власти спрогнозировали социально-экономическое развитие области. В поисках потеряшек. Грибной сезон завершен, но люди в лесах продолжают пропадать. В селе Костино Рыбновского района обрушился купол Богоявленской церкви. Об этом сообщает ютуб-канал «Рыбное онлайн». Там же опубликовано и видео. Здание является частью усадьбы Никитинских. Церковь была построена по заказу помещика в 90-х годах 17 века, и храм относился к рязанской группе церквей так называемого «нарышинского стиля». Почти все церкви этого стиля в регионе были утрачены. Храм был украшен внутри мозаикой и живописью. В 1930-х годах Богоявленский храм был закрыт. В его помещении размещался механический цех и гараж совхоза Костино. Колокольню разобрали до первого яруса. После разбора звонного яруса старинный храм стали использовать как водонапорную башню. Сейчас же православный памятник находится в разрушенном состоянии. Всего же в Рязанской области насчитывается более 200 недействующих или частично разрушенных храмов. Когда человек становится человеком? Когда рождается или получает паспорт? А может быть именно в момент его зачатия? Последней версией придерживаются священники русско-православной церкви. Так думают и многие люди на нашей планете. От этого тема абортов стоит очень остро в современном мире. К нам в Рязань приехали актеры и режиссер фильма «Право выбора». На премьере они рассказали для чего и для кого создали свою картину. Закрытый показ фильма «Право выбора». На премьере актеры, режиссер, священники и многие другие. Тема картины – аборты в современном мире. Перед показом главный герой рассказал, какой посыл заложен в картину. Я говорю, что это было сделано для того, чтобы хотя бы одна женщина поменяла свое отношение к этой проблеме, особенно которая находится в этой ситуации. Если хотя бы одна это сделает, то все было не зря. Главный герой – молодой хирург, назначенный на должность главного врача роддома вместо пожилой женщины-гинеколога, советской эпохи. Он пытается изменить абортивное состояние общества хотя бы на уровне своего роддома. Погрузившись в рутинную работу, главврач сталкивается с множеством ситуаций, которые рисуют перед ним картину происходящего в сфере отечественного родовспоможения. Оказывается, врачи не очень-то и заинтересованы в беременности пациентки. К ней и ее ребенку равнодушны. Первое, что вы спрашиваете, когда узнаете о беременности пациентки? Аборт или рожать? Как ни в чем не бывало, спрашивает врач. И пациентка думает, ну если сам врач, сам врач говорит такое спокойно. Ну а что мы должны спрашивать? Мы по закону обязаны это говорить. Ну что, рожаем? Переломить ситуацию главному врачу было трудно, но если своих коллег ему удалось убедить, то внезапно сами женщины, не готовые к родам, устроили бунт. Проблема абортов весьма многогранна. Так считает режиссер фильма Елена Пискарева, которая, кстати, сама сейчас находится в пикантном положении. Мы озвучили проблемы, мы дали срез, мы показали, как все обстоит, вот как бы с разных сторон. Со стороны врача, со стороны женщины, мужчины, общества. И дальше уже это должен думать сам, решать сам, потому что мы не собираемся делать агитские плакаты. Все, кто участен к этим решениям, должен решать на своем участке. Политики, врачи, женщины, общество, мужчины. Главные виновники этой проблемы на самом деле, мужчины. Это вторая работа Елены Пискаревой на тему прерванной беременности. Первый ее короткометражный фильм произвел неизгладимое впечатление на зрителей. Режиссеры буквально завалили письмами. Некоторые из них были со словами благодарности. Писали, что сохранили беременность. Это, конечно, было для меня побудительным мотивом, что просто фильм без какой-либо даже пропаганды, просто заставляющий задуматься, может кино вообще, может так менять реальность и что-то делать созидательное. Положительные отклики дали большой стимул для съемок нового полнометражного фильма «Право выбора». Режиссер на протяжении года писала сценарий, проводила журналистские расследования. Не веря, что столь жесток мир абортов, что эта параллельная реальность, так плотно вошедшая в русский менталитет за прошедшие сто лет, находится бок о бок с каждым из нас. Церковь говорит, что аборт – это убийство. И вот с этим вопросом надо разобраться. Потому что на самом деле он важный. Никто не хочет быть убийцей. И когда женщина соглашается на аборт, она ни в коей мере не приравнивает себя к убийцам. Она полагает, что убийство не происходит. Но мы говорим, что жизнь начинается с момента зачатия. Мнение церкви очень важно для многих людей. Однако сам фильм выполнен в чисто светском формате. Истории, показанные в картине, вполне себе реальны, что делает ее ближе к народу. Так что акценты, которые расставили создатели картины, очень понятны для зрителя. А сам фильм дает каждому право выбора. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Два главных финансовых документа региона – прогноз социально-экономического развития и проект бюджета Рязанской области на ближайшие три года представили на правительстве региональной власти. Цифры прозвучали содержимо оптимистичные. Не все субсидии еще учтены, но Николай Любимов призвал Кабмин не сидеть и не ждать решения федерального центра, а действовать уже сейчас. Прогноз социально-экономического развития региона – сплошной позитив. Промышленность в росте, металлургия и производство продуктов питания тоже. Флагманами в ближайшее время должны стать фармацевтика и оборонка. Должно прибавить и сельское хозяйство. Производство продукции растеневодства вырастет относительно 2020 года на 8,3%. Планируется увеличение производства зерновых, сахарной свеклы, масличных культур, картофеля. В отрасли животноводства на протяжении всего прогнозного периода ожидается прирост объемов в среднем на 3,3% за счет увеличения производства основных видов продукции. А вот в строительной отрасли рост пусть и заявлен, но это пока только предположение. В аналитическом обзоре от Института развития строительной области цифры не такие оптимистичные. Доля ввода жилья вообще показывает отрицательную динамику. На графике это оранжевая кривая. Разрешение на строительство в этом году было выдано всего 3. И сравните с 43-мя в 2018 году. Так что здесь, учитывая рост цен, скорее всего будет корректировка. Что же касается бюджета области, то он, как и прежде, социально направленный. Исходя из имеющихся ресурсов, расходы областного бюджета в первую очередь были сконцентрированы на мероприятиях, направленных на достижение национальных целей развития страны, а также на, безусловно, выполнении всех социальных обязательств перед гражданами региона. В результате в бюджете в полном объеме учтены средства на сохранение достигнутых уровней заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в соответствии с указами 2012 года. Это потребовало дополнительных расходов более 900 миллионов рублей по сравнению с текущим годом. На увеличение заработной платы работникам бюджетной сферы до установленного МРОД с 1 ноя 2022 года он будет составлять 13 617 рублей, дополнительно предусмотрено 117 миллионов рублей. По тем цифрам, что были озвучены на правительстве, региональная казна по-прежнему дефицитна. В следующем году аж на 5 с лишним миллиардов. Понятно, что брешь будет заполнена бюджетными кредитами, дотациями для регионов и безвозмездными субсидиями от федералов, как это было и раньше. Но чтобы этих денег в этот раз стало еще больше, Николай Любимов провел для чиновников специальный инструктаж. Надо ногами, коллеги, я имею в виду всех министров наших, заместителей и председателей правительства, ногами проходить коридоры федеральных министерств в Москве, Государственной Думы, если понадобится, для того, чтобы те проекты, которые мы с вами задумали, они реализовались и получили, соответственно, для этого поддержку из федерального бюджета. Это недостаточно уже, честно говоря, как там в народе говорится, весь язык уже обобили, мы с Андреем Михайловичем, говорить о том, что направить документы в Москву, письмо и приложение, этого недостаточно. Ногами надо, еще раз говорю, проходить, доказывать, убеждать, просить, если нужно. Даже губернатор назвал параметры бюджета базовыми, основанными на налоговых и неналоговых поступлениях. Конкретной цифры, сколько федеральный центр направит в Рязанскую область, пока нет. Госдума все окончательные подсчеты еще не утвердила, но одно должно остаться неизменным, заявил Николай Любимов. Денег на соцпрограммы и нацпроекты должно быть заложено с запасом при любых раскладах. Грибной сезон окончен, но люди по-прежнему продолжают ходить в лес. Фанатики своего дела, они зачастую забывают об элементарных правилах и даже не берут сотовые телефоны. Валерий Седов пообщался с поисковыми отрядами и узнал несколько ценных советов. Изначально мы решили, что с поисковиками ПСО Мещера запишем обычный выпуск передачи «Городские встречи». Однако началось все со звонка директору ПСО Евгению Ильину. В поселке Сарай пропал человек, 63 года. Поиск запустился в момент старта записи передачи. Поиск начинался бы, уже сейчас собирались экипажи, люди отпрашивались с работы, убегали откуда-то. Я думал, как после передачи я поеду домой переодеваться. Ну вот буквально минут через 15 позвонили также из полиции, сказали, что нет, все хорошо. Тревога ложная и пенсионер просто во внимку с велосипедом медленно ушел. Потом его нашли. Так что вот типичное завершение одного из поисков. Часть поисков действительно заканчивается именно так. Люди сами выходят из леса, но это только часть. В остальном все стандартно. Собираются волонтеры, получают ориентировку и прочесывают лес. Благо в октябре заявок на поиски именно пропавших грибников стало меньше. Это было массовое нашествие грибников. 107 заявок за сентябрь месяц, 154 пропавших человека. Это вот заявки поступили в ОПСО Мещера, которые были обработаны нами. За октябрь, я октябрь, честно говоря, еще не сводил в статистику, все-таки октябрь еще идет. Но поисков в 10 раз меньше, может быть в 8. Грибной сезон в этом году завершается как раз в октябре. И специалисты говорят, что в лес заходят уже только фанатики своего дела. А шансов заблудиться у них больше, чем набрать полную корзину грибов. Поисковики напомнили основные правила, которые нужно соблюдать, если собираешься на тихую охоту. Заряженный полностью сотовый телефон, яркая одежда, перекус, вода, необходимые лекарства. Сообщить родным и близким куда, когда, с кем, насколько. И при любой тревожной ситуации, непонятной ситуации, самостоятельно звонить 112, не дожидаясь вечера и всего остального. Полную запись передачи «Городские встречи» с директором ПСО Мещера Евгением Ильиным вы сможете увидеть уже в эту пятницу. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанским областным судом житель города Рязани признан виновным в совершении пяти преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Житель Московской области распространял синтетические наркотики. Эту дурю он направлял по почте в Казахстан и регионы. Доставай, что есть у тебя, сюда доставай и показывай нам, чтобы мы видели. Речь идет об уроженце в Московской области. Мужчина признан рецидивистом в распространении синтетических наркотиков. Направлял их по почте в Казахстан и регионы, делал закладки. Преступную деятельность ввел в составе организованной группы. Координацию действий осуществляли через интернет. Установлено, что распространил мужчина не менее трех килограммов. Это 10 тысяч разовых доз. Судом установлено, что он, помимо прочего, совершил незаконное приобретение и хранение без цели сбыта двух видов наркотических средств в значительном и крупном размерах. В ходе судебного заседания мужчина вину признал. Суд по совокупности преступлений приговорил его к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил. Преступление было выявлено и расследовано сотрудниками УФСБ России по Рязанской области. В Рязани вновь активизировались телефонные мошенники. Точнее, вряд ли они оставляли свою деятельность. В этот раз от их действий пострадали пенсионерки. Подробности в нашем следующем материале. Ваша дочь устроила ДТП на дороге. Чтобы замять дело, нужно заплатить. Примерно это говорил мужчина по телефону перепуганным пенсионерам. Позвонил, представился сотрудникам полиции и предложил помощь. Пожилые женщины очень хотели помочь своим родственникам, попавшим в беду. Это вполне естественная реакция. И готовы были отдать последние деньги. Отдавали много. Четыре рязанские пенсионерки суммарно потеряли 410 тысяч рублей. Потерпевшие поступили опрометчиво. В подобных случаях необходимо сразу же прерывать разговор и связываться с указанным родственником, чтобы удостовериться, он жив и здоров. Женщины же сначала отдали деньги незнакомцу, а потом связались с родственниками и, услышав, что все нормально, поняли, что стали жертвой мошенников. Конечно же, никакого ДТП и в помине не было. Да и схема совсем старая. У нее даже название свое есть. Родственник в беде. Правда, самого звонившего еще нужно найти. В России вычислили только курьера, который приезжал из столицы в Рязань, чтобы забрать деньги у пенсионерок. Мне давали знать мои кураторы, куда машина подъедет. Я подходил, забирал пакет с денежным средством и уходил. И должен был увезти в Москву. В Москву куда? Адреса нет. Этот 24-летний гражданин даже проживает в России незаконно. Сам из стран Средней Азии. А в Рязани проездом забрать деньги. Кому он их передавал, не ответил. Полицейские выясняют все звенья преступной цепочки. Следственное подразделение отдела МВД России по Советскому району ходатайствовало перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемого арестовали. Это только 4 последних случая. Сколько всего обмануты людей и куда приведут все звенья мошеннической цепи, полицейским еще предстоит выяснить. Стражи порядка напоминают, если вам на телефон поступил такой звонок, следует немедленно положить трубку и позвонить своим родственникам. Валерий Седов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!